В конце ноября в Астане под эгидой Ассамблеи народа Казахстана прошел первый республиканский съезд благотворительных организаций, меценатов и доноров. Со всех уголков страны приехали больше 1200 людей с добрым сердцем. Несколькими днями ранее глава государства Нарсултан Назарбаев подписал закон о благотворительности. В нем четко прописан порядок осуществления спонсорской и меценатской деятельности в стране. Впервые вводится и институт целевого капитала. Он применяется для создания благотворительных накоплений практически во всех странах мира. Еще предусмотрены налоговые послабления, льготы и преференции. Но что этому предшествовало? Апрель 2015. На 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства поручил проработать вопрос координации всех благотворительных акций в стране под эгидой АНК в год-20-летие уникального института. 20 лет Ассамблеи, 20 лет стабильности, 20 лет совместного труда, 20 лет развития, 20 лет сближения, 20 лет дружбы, благодаря которому мы гордимся сегодняшними достижениями нашей страны. Вместе мы строим города и поселки, растим хлеб, возводим индустрию, прокладываем дороги, создаем, воспитываем наших детей. Мы вместе радуемся успехам, поддерживаем друг друга самые трудные минуты. К примеру, фонд Ассамблеи народа Казахстана на протяжении 5 лет оказывает поддержку детям из отделения онкогематологии Национального центра материнства и детства. Узбекское культурное объединение Дуслык поставляет продовольствие в детские дома, организует караваны милосердия для домов престарелых. Ассоциация немцев возрождения сформировала республиканскую сеть социальных станций, где оказывается помощь людям ограниченными возможностями. Огромное спасибо им за такое. И таких примеров сотни. История Ассамблеи – это история нашей стабильности. Мы ее должны беречь, о ней мы должны всегда помнить и дорожить. Это самое главное для народной памяти, для дружбы, взаимопонимания людей, для наших детей и внуков. Ассамблеи нужно стать объединяющим центром всех благотворительных акций по всей стране при поддержке правительства и бизнеса. Вот эта миниатюрная копия Тайхазана стала символом эстафеты Ассамблеи народа Казахстана «20 добрых дел». Хотя цифры это скорее условные. Обойдя буквально каждый уголок нашей страны, Тайхазан наполнился добром и милосердием в сто крат ее превышающим. Народ Казахстана в очередной раз показал силу своего единства. Есть такая казахская традиция – Ассар, когда на помощь семье приходят соседи, друзья, коллеги. Как говорится, всем миром сообща могут и дом построить, и в хозяйстве подсобить. Эту традицию возрождают в регионах. На протяжении года это культурное объединение проводили благотворительные концерты с денежными подарками, продуктовыми наборами и сладкими сюрпризами для детей. К тем, кто не смог прийти, лично подарки повезли домой. Дмитрий Москальцов, ветеран Великой Отечественной, встретил гостей в больнице и безмерно обрадовался вниманию. Мне это необходимо. Необходимо как воздух. Потому что я тогда чувствую, что я не то, что я умираю. То есть я чувствую, что я необходим, что я еще в среде, что я еще на ногах. Кенжи Гулькана Пьяновой важно не просто внимание. Ее семья оказалась в тяжелом положении. Муж умер несколько месяцев назад. Чтобы прокормить четверых детей, женщина считает каждую теньку и со слезами на глазах благодарит за помощь. Теперь семью под свою опеку взял областной дом дружбы. На сегодняшний день бизнес, средний класс и средний бизнес, конечно же, мы счастливы от того, что вот с сегодняшнего дня начинает работать закон принятый о меценатстве. Я много лет занимаюсь тем, что помогаю частному детскому дому «Светоч». Дети все в этом доме у нас обслуживаются, в наших медицинских центрах бесплатно. Все время мы наблюдаем этих деток на протяжении 15 лет. Акция «20 добрых дел» дала старт всем мероприятиям в юбилейный год ассамблеи. Более 90 тысяч человек получили поддержку на сумму свыше 5,5 миллиардов тенге. Юбилейный поезд Миноказахстаном побывал в 29 отдаленных населенных пунктах. Консультации и квалифицированную медицинскую помощь получили около 50 тысяч сельчан. В рамках эстафеты «Тайк-казан» проведены более 1300 мероприятий, охвачены 330 тысяч человек. Почти 190 миллионов тенге собрали спонсоры в благотворительных целях. А три сотни детей с заболеваниями крови нашли поддержку у общественного фонда ассамблеи. В юбилейный год победы особое внимание уделили ветеранам войны и труженикам тыла. «Тайк-казан» был определен символом года, потому что именно казан, круглый казан казахского народа когда-то спас те народы, которые были насильственно репортированы в Казахстан. В то время, возможно, в этом казане вода кипела, но именно эта вода в черном казане, она объединила их. Если обратить внимание, не только казан круглый, стол круглый, чашка круглая, юрта круглая, шанрах круглый, он не имеет острых углов. И мы вот на основе вот этой, наверное, древней хилософии вокруг себя, вокруг ассамблеи собрали людей. За год мы еще раз вернули людей к милосердию. В нынешнее время, когда весь мир переживает экономический кризис, мы сегодня имеем возможность помогать друг другу. И эта взаимопоимощь, она укрепит наше общественное согласие и нашу дружбу. Как единая цель может объединить сотни незнакомых людей, не понаслышке знает руководитель общественного фонда ассамблей. Талхат Балпышев даже в праздничные выходные дни спешит в офис. От работы их фонда, может быть, зависит чья-то жизнь. Вместе с коллегами он занимается поиском спонсоров и меценатов, чтобы помочь своим подопечным, детям из отделения онкогематологии Центра материнства и детства. Перед страшным диагнозом нельзя опускать руки до последнего, говорят в фонде. Невозможно даже сказать, сколько в денежном эквиваленте выразить, сколько вот эта вот помощь. То есть одно дело, когда ты приносишь лекарство, ампула, которая стоит полтора миллиона тенге, и эта ампула нужна единственный раз во время операции. То есть это одно. А другое дело, когда ты приходишь, когда ты даришь книги, даришь там концерты, приглашаешь там также наших артистов. И, допустим, даже банальные цветы, когда даришь ребенку, которому маленькой девочке, когда никто никогда не дарил, и для которой вот ее вся жизнь заключается, вот стена больничных, это вообще неоценимо. Как можно сказать, сколько это будет стоить? Люди, которые работают в ассамблее, они, естественно, заняты в разных областях. То есть это и госслужащие, есть и частники, есть владельцы гостиниц, кафе, бизнесмены. И все они, как их не гражданская позиция, это общественная деятельность. Вот они в силу своей возможности, в силу своих, там, кто-то больше имеет возможности, кто-то меньше, но все стараются помогать. Говорят, милосердие – это состояние души. А творить добро в нашей стране, у нашего народа принято издревле. Всего за один год казахстанцы совершили тысячи добрых дел, спасли сотни детских жизней, подарили надежду миллионам. И это не предел. Добрые дела продолжат совершать и в новом году. В путь по всей республике отправился караван милосердия. Как и Тайхазан, он заглянет в каждый регион и в каждый дом, где нужна поддержка, тепло и забота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова